всем привет сегодня еду выбирать автомобиль для своей малой как вы думаете какой автомобиль скоро увидите позвал специально специалиста который поможет мне в подборе данного автомобиля потому что есть определенные критерии да как я вижу какая машина должна быть он такую машину не помог найти мы сейчас поедем в бгт и около бгт эту машину просмотрим звоним и владимиру владимир перекупчина алё вовка ну чё ты где все давай моли за елизара скажи да выходи под подхватывай на все давай все-все давай поедем смотреть автомобиль автомобиль определенной марки который уже ну сами понимаете какой скорее всего я выбрал для своей малой он едет вовка вовка вовке вовка и нам поможет выбрать машинку вова здорово короче взял и оператора чтобы чтобы контент снять хозяина предупредил что будем снимать чтобы там ну потому что не все любят когда снимают ну вот вовка вовка ну а представься расскажи почему меня зовут володя перекупчина я автоэксперт и специализированно занимаюсь автоподбором выкупом автомобилей ну и это вообще моя тематика я этим живу автомобили у меня в крови вот я чего хотел сказать последний раз мы видели с лёхой когда пацаны лёха да там тема тарасов корней вписали меня просто на добром слове на бои да я просто ну реально это кайфанул проникся вот этой всей атмосферой боёв мне дали даже возможность дали возможность выйти короче вместе с вами на бой ну что там у тебя расскажи что что происходит что выбираю малую машину уже нет да я вкратце то по телефону тебя понял о чем идет речь надо посмотреть машину как догадались сюжета mercedes также mercedes ls да почему вот а в тот раз типа вову не зал кдску короче я чё вспомнил сейчас пока тебя ждал мне там пришлось вас маленькая там припарковался ждал ты мне тогда но у меня есть ролик в инстаграме где я езжу на всех кричу типа слышь ты чё ты сигнали что да ну и вот короче и так совпали события да что я сейчас по-другому начал вопросы решать короче смотря как вот вот слушай слушай ну все там какой-то движ соответственно там сигнал не сигнал мы выходим на улицу что-то начинаем короче решать и я чувствую что вот мой оппонент начинает слишком сильно газовать да я говорю слушай я щас за мамой схожу он начинает улыбаться потом я иду в тачку просто понимаешь ты прошу мама да и с мамкой уже разговоры совсем по-другому конечно да улыбался говноед по машине слушай лучше просто я у меня не было ни вин номера не ее номеров ты заказывал на нее автотеку то есть с чего начинается приобретение автомобиля все люди у нас покупают сначала автотеку ты видел на нее автотеку я автотеку не видел поэтому я тебе специально тебя и позвал потому что в прошлый раз да покупали машину намного более дорогого класса да потому что эска и целые с разные машины да надо тоже позвать эксперта но ничего страшного потому что мы обратились в бгт но сейчас у бгт нет возможности ездить и смотреть на автомобили но ты же купил у тебя ну нормальную машину же купили конечно все самое главное это дело не в эксперте этот самый вот как ко мне очень часто обращаются да в рамках там подбора тот человек который понимает какой ему автомобиль нужен который перебрук перепробовал кучу автомобилей по факту мы никакой эксперт не нужен вот и тут поэтому важно смотри я взял сейчас полноприводные mercedes да я точно то зимой поехал и понял что намного более удобно ездить на полноприводной машине поэтому сейчас мы тоже берем но не бензиновый потому что все таки же не надо ездить по большему но в целом хочется попробовать бензиновый дизельный автомобиль но также он должен быть полноприводный поэтому называют cvs он дизельный и полноприводный заезжаем на всем любимый т4 ряда комплекс бизнес-центр т4 да тут компания всеми любимая наша бгт рядом с ней будем смотреть машин где он туда он где-то тут тоже да 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 вот она стоит да я сказал что сам сниматься в машину смотрите снимаете но не снимайте меня поэтому право человека поэтому поехали смотреть итак так вовка на самом деле выглядел не как автоэксперт это ты сходил за ключом причем конечно сходил вот очень не нравится мне диски даст на картинке смотрелись красиво такой немножко колхоз давай так мы покупаем не диски в диске на последнюю очередь интересует нас интересует лакокрасочное покрытие чтобы автомобиль был в родной окраске чтобы у нас не было переваренных деталей чтобы нас не было крашеных проемов то есть с чего начинается начинается все с автотеки который мы с тобой только что посмотрели и автотека абсолютно зеленая что дает нам добро а расскажи что для людей что такое зеленое что такое не зеленая красная такой был был дтп однако что подразумевая под зеленой автотекой это нету выплат по осаго по каско это нету зарегистрированных дтп это количество собственников вот собственно из этого всего и складывается автотека не так маг как марседесе в целом вот целом целом начинается в мастер смысл нас начинается такого приятного электронного ключа что что хотелось бы сказать ну я так как авто эксперт маленько шарю я скажу что это дизель эта песня это хороший крутящий момент это маленький расход топлива единственное что . у нас налоговая но приобретая такой автомобиль платить за нее налог это уже второстепенное дело не буду врать но если я не ошибаюсь морда у нас алюминиевая да 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 вот сразу с первого крыла то есть это у нас оригинальный окрас 99 тоже дверь в оригинальном окрасе сейчас мы откроем что у нас следующее следующее это соответственно проем в чем еще 130 в чем еще прикол мерседеса конечно же то что не трава зимой это определенные неудобства может принести потому что налить всякая фигня но это очень круто просто отпускаешь окно и у тебя у меня до этого был 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 автомобиль похоже у меня была 116 бмв и один раз вот так вот сажусь машину лето сажусь машину закрывает стекла это вообще вот так вот она ну купешная была маленькая вот так вот смотрю и сидел между между ними вот так вот было больно вообще я сейчас вспомню просто рамку как увидел и вспомнил как думаешь твоей понравится ну я если не понравится то нам до этого уже мерседес не понравился надо было мне пока когда вы все отремонтируете она не оцениваю в оригинальном исполнении как это сделала богатая потому что она у меня родила и сочи сидит до этой до паспурного питера не айс но я думаю что не понравится заберу наклейки будешь делать спасибо за сына спасибо слушай ну что могу сказать вот мы уже дошли до второй стороны сейчас будем замерять проемы пока нету никаких намеков даже на то что производили какие-то вторичные окрасы но что хотелось бы заметить на данный момент и наши технологии позволяют красить под прибор то есть 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 компания которые качественно выполнять свою работу просто просто имя может поймут крашена есть у вопрос если сделано да 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 вопрос в том что ты покупаешь тачку ты и дальше продавать будешь так же сам тебе придет такой же эксперт если есть определенные показатели этим показателям соответствует автотека дает зеленый свет соответственно ну почему нет холодного вот что холодный питер постоянно холодно какой-то марк миксер да у нас по 7 марта уже кончается кончается такой дубак стоит питер вообще ты вот не материшься просто в логике питер пидор ну честно можешь запекать это но она так и есть это город поэтов здесь хочется плакать и писать стихи да да так точно абсолютно всем сейчас мы произвели и визуальный осмотр перед этим посмотрели автотеку что мы еще ну соответственно заглянем под капот и в багажник по любому на визуальные повреждения лег сразу тебе хочу сказать вот с этим повреждением тем . на учет не поставят на лобовом стекле меня этого окон на по любому надо будет поменять на повалку уже произвели визуальный осмотр да мы открыли капот сейчас тут тоже визуально все посмотрим чё по поводу пробега лёг какой 92 92 тысячи автотека нам подтверждает то есть по крайней мере что с пробегом не было никаких там не мотали его ничего хотя автомобиль не свежий и для этого года это маленький пробег ну я узнаю что пущает замела масло ворсена как-то не очень такая ворсена да ты себя снимай ты как оплата снимаешь я к чему спросила про пробег я не технарь я ну там на подъемниках не буду ковыряться был бы еще бензиновый вариант я бы точно сказал бы что по-любому лёха надо смотреть потому что цепь встанет в космические деньги но это дизель это дизель и производительность цепи здесь намного больше а вот собственно вот мы практически уже закончили с тобой ну те вроде ничего не посмотрел посмотри хоть ну как то как-то я посмотрел все абсолютно все проемы автомобиль полностью в оригинальном окрасе перед этим мы с тобой посмотрели автотеку которая тоже дала нам зеленый свет следующий этап это надо его продиагностировать на специализированном сервисе я к этому делу подхожу именно так каждый должен заниматься своим делом да какое бы специализированное оборудование не было я не смогу его здесь поднять на подъемнике посмотреть течи между стыками допустим коробки и двигателя сделать калькуляцию правильной подвески чтобы ты приобрел этот автомобиль понимал какие деньги тебе надо будет сюда добавить а сюда надо будет добавлять достаточно уже лет но хотя бы тут у такой визуальный по индикаторам лампочек лампочка подушек безопасности у нас загорается и тухнет в принципе так все системы тоже потухли автомобиль завелся завелся ровно сейчас выйдем на улицу послушаем двигатель а что бы я хотел сказать как просто человек обычный обитель использующий автомобиль а во первых насчет стоимость то вообще этими не сказал что стоит ну стоимость я бы хотел звучит на камеру скажу но я понял мне хотелось бы что но тут очень все вода опять же тут все постоянно сколько обошелся mercedes сколько обошелся тюнинг смотрите тут есть такая проблема проблема есть что у нас постоянно доллар эквиваленте цена в рублях вырастает тюнинг это очень индивидуальная вещь ты делаешь то что тебя по кайфу ты просто исходишь своего бюджета надо тебе это или не надо или сколько это стоит или нужно ли тебе за это деньги или нет тюнинг автомобиля особенно переработка особенно с класса стоит денег больших и я бы не хотел его называть потому что но потому что это очень индивидуальная вещь ну я так сам просто предположу что автомобиль вот это должен стоить но не меньше чем полтора но скорее всего не больше чем два да вот и в машине за полтора миллиона рублей и не хотел бы сидеть с белым потолком а да но почему нет но ты как бы я это чисто от себя я не знаю я кайфу от черного потолка во первых на самом целесе потолок достаточно низко у меня рост 180 и черный потолок давал бы нам больше простора я ну просто и вот я вот просто вот так вот сел и вот у меня я это заметил в остальном в принципе у него руль вот такой же как везде то есть но да да ничем меня здесь ничем особо не удивить вот но состояние руля состояние вот само селектора кпп здесь кнопочек всего не видно никаких повреждений ничего не заемная машина вполне реально что пробег соответствует действительности хотелось бы в это верить все факты говорят об этом ну что друзья мы закончили мы закончили осмотр mercedes cls дизельного для жены алексея собственно гаиле и . вот и . тут внизу будет только не одна жена да не поймут не просто ну может не дал никак не трафика поделиться в общем какие мои основополагающие когда я подбираю это у нас единичный осмотр а когда я подбираю человеку автомобиль для меня одно из самых главных чтобы те деньги которые мы отдали за автомобиль человек за эти же деньги мог реализовать дальнейшем вот и мне машине сказал камера далеко я петличку закрою на ушко шипит ну похоже я ебу больше так на уши короче друзья я сопоставил цену общее состояние автомобиля и перекупчина советует данный автомобиль приобретению вот лег покупай на уверенности теперь будет у нас два mercedes а с вами был волоска перекупчина и алексей викторович да и мы можем вам сказать ставьте лайки пишите комментарии и записывайтесь на вовку все кто хочет купить машину очень веселый парень иногда немножко борщит но так надо ну что приобрели mercedes мы для моей малышки вот этот вот целый с 35 turbo дизель приехали ставить в мрэву сейчас и получать новые железки чтобы красиво ездить по городу и все нормально было ну что получили номера на mercedes-benz и будем сейчас делать у нее полную конфетку для этого поедем наш любимый bgt и там они сделают большой объем работы какой увидите позже дима нету да насколько мне известно рамп и все верно первое число сегодня на какое число вот что 26 число я даю ключик первое число нельзя я уехал в сочи я очень надеюсь что я не минуты не будет их проблем будет машина готова я думаю вы не узнаете машину дай бог и так у нас всего пять дней чтобы сделать из этого целая с настоящую пушку погнали